Если вы готовитесь к обществознанию, хватит. Серьезно, смотрите, это учебник по обществознанию из федерального перечня. Нас интересует параграф про мораль. Здесь автор пишет, что когда мужчины и молодые здоровые люди в общественном транспорте сидят, а женщины и пожилые люди стоят, это зло. Давайте изобразим людей в виде множеств. Нас интересуют вот эти два пересечения. Молодые и здоровые женщины и пожилые мужчины. Смоделируем ситуацию. Заходит в вагон метро, молодая и здоровая женщина и пожилой мужчина. Звучит как начало для анекдота, но ситуация серьезная, потому что в вагоне осталось только одно свободное место. Женщина подходит, садится и тут же осознает, что ей нужно уступить место мужчине, потому что она молодая и здоровая, а он пожилой. Мужчина садится и понимает, что ему нужно уступить место снова, потому что он мужчина, а она женщина. Женщина садится и снова уступает ему место, а потом мужчина опять уступает, и место это замкнутый круг, который продолжается до тех пор, пока старикан просто не откинется от всей этой беготни. Вопрос, что его убило? Его убило уступание места в транспорте, то есть добро, а убийство это зло, следовательно, добро и зло это одно и то же. Соответственно, морали не существует, потому что мораль это регулирование отношений с точки зрения добра и зла. Что будет, если из общества знания убрать мораль? Это очень серьезный вопрос, который требует большой точности и однозначности, поэтому воспользуемся языком программирования JavaScript. Если мы вычтем из общества знания мораль, мы получим нам, следовательно, общество знания не существует, а значит готовиться к нему нет никакого смысла.